В округе продолжается федеральная программа партии «Единая Россия. Новая школа». Реализацию проекта в гимназии номер 16 проверил депутат Государственной Думы Лидия Антонова. В начальной школе этой гимназии учатся 1049 детей. С 1 сентября, согласно областному закону, они все получают бесплатное горячее питание. Проверка доступности таких обедов – одна из задач федерального проекта «Новая школа». Если говорить про наш округ городской Люберца, то у нас из 48 тех блоков питания, которые есть в системе общего образования, только 15 они буфетно-раздаточного типа. Я думаю, что в принципе уже у каждого главы муниципального района есть план, как необходимо в кратчайшие сроки модернизировать блоки питания, то есть сделать так, чтобы это было удобно и чтобы закон реально исполнялся. Целый год на базе гимназии проходили семинары по повышению эффективности управленческой модели. Директора школ изучали лучшие педагогические практики. На встрече с руководителями 16 образовательных учреждений округа Лидия Антонова обсудила итоги таких семинаров. Новая реальность требует поиска других подходов к организации учебного процесса, в том числе дистанционного. Перестройка работы методических служб очень важна. Мы даем рекомендации, опять-таки, в нашей ассоциации педагогов в Подмосковье ввести практику, например, когда есть дежурный педагог, к которому родитель может обратиться в электронной форме или позвонить конкретно при подготовке домашнего задания ребенку. Также с педагогами Лидия Антонова обсудила тему ежемесячных выплат за классное руководство. С 1 сентября эта сумма увеличилась на 5000 рублей. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.